Сейчас мы с тобой нанюхаемся. Мы не просто так надели футболки, одинакового цвета. Это все для того, чтобы вас обмануть. Да? Да. У вас, возможно, прошли... Скорее всего, прошли дни, возможно, прошли недели. Не исключено, что месяцы. Но у нас здесь, в нашей... В нашем нереальном мире Закадрия. В нашем Закадроле. Где нас держит злой колдун... Шпротий Вильман. Злой колдун... Шпротий Вильман. Да. Прошли считанные минуты. Да. И поэтому предыдущие две серии были для нас буквально сегодня, недавно. И все продукты, которые мы съели, все еще в нас. Они потихонечку начинают выходить через поры на лбу. Да, к сожалению. Не только на лбу, в других частях тела тоже. Особо крупные поры. Особо крупные поры. Есть одна такая допора, из которой вообще активно хочет вылезать эта пища. Но мы продолжим распаковывать... Рады приветствовать вас. Рады приветствовать вас. Если вы с нами впервые, мы Станислав и Константин. И мы экспертные эксперты. Независимые эксперты. Самопровозглашенные. Независимые. Независимые. Эксперты всех областей. Признанные многими. Многими. Мы продолжаем марафон. Продолжаем марафон. По ссылке, к сожалению, у нас такая ситуация, что она кучу раз перегружалась. Мы как могли. То есть вот здесь вот у меня... Как бы все именное, что мы точно были уверены, что мы уже разобрали. Дальше в основном будет так. Кое-где повезло и осталась приклеенная записочка. Мы прислали специальную записочку, чтобы не забыть, кто это прислал. Что-то, может быть, мы уже потеряли. И уже никогда не узнаем, что это было. Мы не рассчитывали, что мы так долго будем... Такая пауза долгая будет. И просто просим прощения. Если вы узнаете свои просроченные шпроты в том, что мы пробуем, говорите... Они... Это я им прислал два года назад, выслал. И они от них пердят ртами очень смешно сейчас. Ну вот, наверное, сегодня мы разберемся с этой коробкой. И я думаю, нам этой коробки, битком набитой консервов, на сегодня хватит. Я что-то уже достал. И это шпротен ин томатен соус. Сос это мы с тобой будем подавать сигнал. Шпротен томатен соус, да. То есть по-немецки это шпроты в томатном соусе. Видимо, оно из... Ну, все по-немецки написано. Где сделано, не знаю. Довгань. Нет, только в томатном соусе. Довгань, вот, смотри, тут сразу под ним еще есть Довгань. Возможно, оно шло в комплекте. Может быть. А, кстати, не написано, где произведено. Нет, Витрипт в Хамбурге. И тут прилагалось письмо. А, это... Это Вестри. Вестри. Хайман Вестри. Привет, смотри, как мы с тобой интересно... Снова встречаемся. Но в этот раз едим предыдущие. То есть более свежую твою посылку мы уже съели. Да. Константин Юрьевич моим мнением по поводу прошлой консервы с лимоном интересовался. Мы без... В данный момент... Я помню. Мы типа... Это прямоугольные были такие. Мы открывали. Интересовался. Мне вкатили. Крупноватый только, как отметил эксперт Станислав, для привычных шпрот. Они довольно большие. Вообще, у немцев хорошие шпроты. Спойлер-алерт. Мне не попалось ни одной банки с отвратной укладкой или странным послевкусием. До сих пор я оставался всем доволен. Только и корочки там совсем не встречаются. Ну, это правда. Это правда. Добреца и приятного аппетита. Экспертам и всем сочувствующим. Сочувствующие, поздравляем вам. Вам тоже пожелали приятного аппетита. Если вы сидите сейчас, как многие зрители шпротоведов делают, и тоже кушаете, едите, то приятного вам аппетита. И от Эйнара Вестриха тоже. Томатензюс. Ты съешь эти шпроты и завтра проснешься в своей кровати, как ни в чем не бывало. Слышишь, ты берешь эти шпроты. Проснешься в своей блевоте, как ничего не бывало. Ну, я боюсь, что да, в основном. Так, срок годности. Срок годности. Здесь 20-й год. 31-го, 10-го, 2019-го. На момент съемок срок годности этих шпрот закончится примерно через неделю. Вот. К сожалению, пока что мы не ставим оценки, пока не разберемся со всем этим. Нельзя полноценно оценивать шпроты, которые пролежали несколько месяцев в непредназначенных для этого условиях. Они точно будут хуже, чем должно быть. Потом мы вернемся к этому. Так, что у тебя со сроком годности? Рапсом маслом. Здесь 20-й год. А, ну. Ой, как вкусно пахнут, слушай. Да вкусно. Я думаю, что те, которые в томатном соусе, как вообще... А что они так вкусно пахнут? Все знают, что... Я думал, они уже испорчены. Что ты все, что угодно, сука, заливаешь томатным соусом, кетчупом, и это можно сожрать. Все это знают. Все, кто... Мазиком или томатным соусом. У меня сейчас... Ты мне травму детства напомнил. Да, да, я знаю. Тебя тот дядя налил себе на член томатного соуса тогда. Но, типа, Костик, ну, блин, не все люди такие. Нет, не об этом. У меня был знакомый, который заливал все томатным соусом. И он любил делать пиццу в микроволновке, брать куски белого хлеба, нафигаривать туда сыра, и потом это просто все заливать кетчупом, ставить в микроволновку, и оно, типа, этот кетчуп кипел, и отвратительно пах, и мне очень не нравится. Это был отвратительный кетчуп. Нет, это томатный соус. Здесь даже накидан на каких-то перчиков. Так, ну, здесь у меня спратос-спратос, я подозреваю, у тебя там тоже должен быть. Да, спратос-спратос. Смотри, тут черные писюны. Вин, сука, не поспоришь, я, правда, черные писюны. Я не знаю, там будет вам видно или нет, но у нас тут фокус. Пожалуйста, покажи людям черные писюны. Ты думаешь, там их видно, Старс? Ты ближе находишься. Будет куда призуметь? Вот этот видно. Ну, давай я его просто достану. Это гвоздика. Это гвоздика. А вообще похоже на черный писюн, все прикольно. Да. Давай положим его куда-нибудь в соответствующее место. А у меня, кстати, нет у хлеба. Ну, оттенит русы немножко. Отсылочка к прошлой серии. Мы все-таки послушали песню «Чай, бананы, Сайра». Костик вспомнил, что, кажется, тоже ее вроде бы слышал. Я пожалел, что вспомнил, ну, типа напомнил себя про эту песню, потому что она достаточно дерьмовая. Но, знаете, вызывает такие ностальгические воспоминания о детстве, о том, какие вы были глупые. У меня эта песня казалась уморительно смешной. Ну, что поделаешь. Все мы делали глупости, все мы были молоды. Я хочу гвоздичное. Оно по вкусу не испорченное, скажу честно. Оно и по запаху не испорченное, и оно даже на вид не испорченное. Это не очень вкусные консервы в томатном соусе, вот что я тебе скажу. То есть кильков томатия вообще это одна из самых, ну, такой, противозаконно вкусных консервен, потому что они, вот, типа, всегда в кильках, в томате ок. Кроме случаев, когда там, знаете, типа, вместе с глазами и кусками крабов каких-либо... Оно прям очень гвоздиковое. Они выглядят, как будто они, типа, не копченые, эти шпроты. Странно выглядят. Они очень гвозди... Гвоздика просто перебивает все. Да. Я бы не сказал, что это вкусно или интересно, это просто, типа, тебе просто в шпроты в масле кинули гвоздики, и теперь это все на вкус как гвоздика. Там изначально не очень вкусное масло, вот в чем проблема еще. Оно, оно, типа, наполнилось вкусом гвоздики, но, кроме всего прочего, оно не очень хорошее. Эти, типа, не самые вкусные консервы в томате, но поскольку килька в томате, сардины в томате, шпроты в томате, это все всегда вкусно, поэтому они все равно норм. Что-то не вкусное попало. Глазик попался, возможно. Попка горькая. Глазик. Вот, тот случай, о котором я как раз говорил. Костик, так ты можешь еще съесть, а ты соберешь целую рыбку. Нормально. Нормальное, странноватое масло, немножечко покоцанное, конечно, сами шпротины. Не очень красивое. Томатное, оно, типа, все в томате одинаковое, оно как бы... Оно бывает иногда круто уложено, здесь типичное, вот как месиво какое-то. Я про вкус, это как чит-код, он, типа, как что угодно в томатной пасте, все эти рыбовые шлики. При этом это не лучшее из томатного, что я ел, но оно очень съедобное и очень вкусное. Все равно. Дорогие шпротоведы, высылаем вам изумительные норвежские шпроты, упакованные вручную по специальному разрешению короля, являющиеся натуральным источником кальция и омега-3. Эти слегка прикопченные норвежские шпроты Спратос Спратос, мы узнавали, наверняка заслужат вашу высокую экспертную оценку. Эти стоят 2 евро, вторые, более желтая упаковка, это особо мелкие, да, особо мелкие в обычном оливковом масле стоят... Экстра смо, да, реально, экстра мелкие. 3,50. И это Анна, Сергей и Михаил нам прислали из Бергена. 4 августа 2018 года это выехало. Это значит из более свежих... В смысле? Сейчас, девятнадцатый год! Ох, ё! Но они до 2023 года. Мы уже пробовали такие консервы, вот этого King Oscar. Они были крутые. Конкретно эти не помню, мы пробовали или нет. Какие ты хочешь, маленькие или большие? Открывайте. Да, обе откроем, хочу красные-красные. Хорошо, я люблю маленьких, с ними проще совладать, а не если заткнуть рот, то не так, что громко пришел. Ребят, вы, если вы нас до сих пор смотрите, большое вам спасибо, что вы нам прислали. Как бы, да, вот так мы по Прибалтийскому, не особо торопясь, наконец-таки до них добрались. А, я понял, ты хочется. Ты ждешь от меня, что я тебе дам салфетку. Не, я оттряхиваю, у меня есть своя. Очень грязная уже, некрасивая. Ну, в моем случае, маленький экстрасмол. Пахнет испорчено, но мы видим, что там масло как бы было чистым и белым. А, сейчас польется. И как бы шпротики красиво, аккуратно сложены. Это сардины. Вот в чем дело. Там не шпратус-шпратус. Типа там написано, что сардины. Не знаю. Это экстрасмо, а это нет. И они одинакового размера. Пахнут обе одинаково испорчено, к сожалению. Ты знаешь, типа, с августа 18-го года, больше года они пролежали без холодильника. Как бы, я не удивлен, что они все-таки испортились. Но, поскольку я обещал хотя бы лизнуть, я лизну, конечно. Я не обещал. Мне не понравится. Да, интересно, они при чем... Заметь, в отличие от того, как привычно обычно портятся шпроты, они не покрылись белым мхом. Это странно. И пахнут они непривычным, не тем, как вы ожидаете, испорченный продукт пахнет. Не тем, что рыба испортилась, а масло испортилось. Ой, да, масло испортилось, как будто оно каким-то начинает синтетикой какой-то такой пахнуть непонятной. Даже не знаю, как это... Чем-то таким, типа, цитрусово-синтетическим чем-то таким пахнуть. Горьковато. О-о-о. Горьковато. И вот этот вот... Это именно масло, да. Непонятный синтетический... Именно масло. О, да, тоже оно есть. Это оно же одно и то же. Я не знаю, как описать... Да, и у тех, и у тех консервов один и тот же симптом. Масло начало пахнуть чем-то вот как синтетический хвойно-цитрусовым чем-то таким. Я бы даже не сказал, что это неприятный запах. Просто ты, ну, понимаешь, что так не должны пахнуть рыбные консервы. Поэтому, как бы, оно вызывает опасения. Очень непонятно. Я древесный здесь не чувствую. Я чувствую цитрусово, я чувствую синтетически вот именно то, что ты вызываешь. Вот хвоя, не древесная именно хвоя. Вот масла эфирные. Ну, кстати, эфирные масла. Может, оно как-то разделилось или что-то такое-то масло. Сейчас мы с тобой нанюхаемся. У-у-у. Шпроти воли, судя по всему, это украинские. Без ГМО. Флагман. Темфлагман. Срок год... О-о-о-о-о-о. Ноль четвертая, ноль первая, девятнадцатая. Я надеюсь, это дата изготовления. Да, это дата изготовления. И два с половиной года они... Значит... Это надо хранить в холодильнике. В смысле? Как так написано? Да. А в магазинах никогда же шпроты не хранятся в холодильнике. Они встают просто в шкафу От нуля до 15 градусов они должны храниться Ничего себе, в магазинах теплее, чем 15 градусов Значит в магазинах они хранятся в неправильных условиях Ну конкретно вот эти шпроты Давай посмотрим, вот какие-то латвийские Вот эти от нуля до 25 А эти до 15 Какие легко ранимые шпроты Эти точно испорченные Да Эти рижские из Энгура И я, кстати, таких у нас не видел Шпроты-дипломаты Это латвийские шпроты, которые я не знаю Это очень необычно Это латвийские шпроты Но купленные в Украине И годные до 23-го года Это добро сплошное Но без открывашки Ну я тогда что, я начну с того, что Менее вероятно испорчены вот эти рижские Я думаю то, что точно испорчены Мы оставим на после того, что мы возьмем А так, а здесь сроки-то годности Это уже 19-й год Ну ты силач Ну ты силач Так Что я могу сказать Уложенный для латвийских шпрот Не проститель Вот Где? Вот Уложенный для латвийских шпрот Ты капаешь на стол Непростительно, неаккуратно уложены Не ужасно, но ощущение, что вот здесь укладывали аккуратно А здесь потом решили в лом И сложили как есть Сами рыбки целые, хорошие, кстати А вот уложены Ну, это не худшая укладка, мы видели хуже Да, например, можно посмотреть на вот эту кильки в томате Типичную укладку кильки в томате, как бы Это нормально Это выглядит как просто кровавый понос Согласен Кстати, пахнет тоже Ну-ка Нет, эти Ну, пахнут вообще отлично Абсолютно хорошие рыжки шпроты Да, прям совсем настоящие пухты Мы очень давно не нюхали просто Просто шпрот Хороших рыжек из прота По запаху По вкусу сейчас проверю Так, пахнет как настоящие шпроты И к носу прикасаются так же нежно Даже не испорченные на... 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 на лиз Хорошие шпроты на восьмерочку Масло какое-то дрянное, но... Сама рыбка хорошая Some great fucking шпрот Наконец-таки Черт побери Наконец-то Женщинка, неси мне шпроты Ну Женщинка? Женщинка, ну феминитив чтобы был В конце слова Пахнет несъедобно Я не хочу это есть Мне типа невкусно это нюхать Да нормально оно пахнет Да нормально Нет Да нормально Фу, ты так шлюкаешь противно Тест на лиз пройден Не на слизь, на лизь Я съел и мне не очень понравилось Они не испорченные Это просто не очень, не очень Не самые вкусные штуки Они не вкуснее, чем те предыдущие Они просто надеялись, что типа Возьмем вот эту херню Зальем ее, короче, томатным соусом Сожрут Оно примерно вот такое Нет, я тебе скажу Они надеялись, что это будут есть Не испорченное и вовремя Да не испорченное оно нихрена Да нормальное оно Смотри Вот, смотри Беру так Ммм, как вкусно Не, ну серьезно, мне кажется Вот эти точно испорчены Ты хочешь их открывать? Ты хочешь их открыть и лизнуть, да? Мне кажется, они реально не испорчены Мне кажется Они просто не супер Но поскольку они залиты томатным соусом Мы никогда не узнаем Покрыты они белым махом или нет Потому что Томатный соус Это знаете, это как Святая вода Для консервов Ты типа приложил Вот полил И все Оно ок Ты готов к фонтану Испорченного масла Представляю, как я типа Макаюсь в томатный соус Такой Ну как оно сделало Все, ничего не брызнуло Но они не были вздутые И мне с чего было брызгать Пожалуйста, не отрежь себе руки Ты знаешь Я тебе уже говорил, как я не люблю людей с отрезанными руками Так Укладка Вот опять Опять Поляки и украинцы Любят укладывать Особенно поляки Любят укладывать спинками кверху Возможно они Пахнет как очень плохое масло Возможно они не из-за укладки так делают А Ну просто потому что Они не знают, что бывают разные Да Ну что тут Ну типа Да Пахнет невкусно Пахнет как минога чуть-чуть Пахнет очень Одновременно и маслом плохим И шпротами Но Но выглядят они неиспорченными Ну слушай Не все, что выглядит неиспорченным Ну как бы Знаешь Пахнет Дешевым рапсовым Нерафинированным маслом Да И вот рыбой такой Не очень Блин Серьезно Они могли пахнуть так даже неиспорченными Просто не очень хорошие шпроты Но Мы точно знаем, что они испорченные Но я обязан лизнуть, да? Масло просто невкусное Оно не горчит И у него нет Хочешь попробовать? И у него нет никаких Ну Я бы кусочек попробовал Чисто ради Ну типа Серьезно Масло Не отдает Ничем испорченным Оно просто Ну Не супер качественное Давай какие-то маленькие кусочки Давай вот Ну бери эту половинку Половинку Я не хочу целую половинку Давай эту филейку пополам Филейку Сука Ты применяешь к шпротам Слово Пилейка Вырезка Карбонат Ну смотри Вот две половинки Шпротовый карбонат Пожалуйста Мне У вас мраморная шпротина Или как? Вы кормили ее травой? Тебе уже Я смотрю Масло в голову ударило Да, я только что подул на шпротину Типа походу да Я только что Типа знаешь Знаешь как Ну чтобы Не обжечься Когда горячее Я хотел Чтобы не отравиться Когда испорченное Микробы Сдувал Нет ощущения Что они просто Не очень вкусные Но это не порченный вкус Да, они просто не вкусные Они действительно Потом горьким Нет Это вот как Не знаю Мы кушали такие шпроты Мы кушали такие шпроты И они были такие Не порченные Они Ну то есть Ну то есть Скажем так Или те тоже были порченные Да, скажем так Нет такого Что Ну фу Они точно испорчены Хотя по условиям хранения Они 100% испорчены Скорее всего Около года Хранились не так Как они должны храниться Короче Может быть Они даже и не испорченные Но это все равно Не очень вкусные шпроты Отвратительные Там неприятный привкус есть И масло очень мерзкое Масло дешевое И они именно такие Что ты чувствуешь Когда если даже Они Испортились Ты можешь представить Какой у них был Вкус не испорченный И это Невкусные шпроты Великие шпроты Золотые шпроты Золотистые шпроты В масле Все с немецким Мне кажется Это большие великие шпроты Здесь вот шпроц Волей В сосе Шпрот в сосе В сосе Это польский Да Ну давай Маринера А Срок годности Изготовлена На Венспелском Рыбоконсервном Кабинате То есть Это в Латвии Но импортер Украинский Импортер И Ну Все остальное По-украински То есть Это для украинского рынка Делается И вот Вот Так Ну у меня здесь в руках Спратус Спратус Сос Помидоровый А Ну опять Томатном соусе А Срок годности Срок годности 21 год А у меня Я открываю У меня 22 Я открываю А Ух Сос Сос потек Сос Ой А у меня Оу Интересно Здесь не прорезано Вот тебе и Венспелский завод Венспелский завод Эх Венспел Что там со своими коровами Не можете прорезать нормально банку Здесь банка Ну вот Она не прорезана Ну или плохо прорезана Она не открывается Короче дальше по Она реально не прорезана Смотри Она А Она под наклейкой должна быть Ну сейчас попробую Ну просто это не очень удобно Как ты можешь догадаться Да Я буду просто Прятаться от твоего локтя Пошло Вскрывается Ну типа сверху Отрывается просто Верх банки Вот Блин Тебе О Помоги оторвать Все-все-все Открылся Ну надо будет Ну короче Мы общее представление Все равно получим Об этой банке Даже не общее Уложено как обычно Хорошо Ну то есть видно Что в Латвии укладывали Нет типичной Такой знаешь Бескомпромиссной Плотности укладки Ну то есть вот Есть вопросы Некоторые Я не вижу Ой какие они сверхненькие Такие красивые Но уложено хорошо Ну то есть Могло бы быть поплотнее Но это Это очень хорошая Ну как обычно В томате Непонятно ничего Там просто Швягель помидоровый Но кажется Что уложено аккуратно Кстати Несмотря на то Что в томате Ну что Ну давай да Так Разделим обязанности Раз уж мы как-то И открывали Так А подожди Я даже не понюхал Ай Пахнет пуком немножко Но Помидоровый Как обычно Все помидоровое Сука Знаете что Это хитрый ход Это сбивать с толку Надо для сортиров Продавать Помидор Ну томатное Свежительное воздухо Типа чтобы пшикать Не вот этими дурацкими Океанские Запах молнии А типа просто Томатным соусом Типа попшикал И все И ты Ну Ты сможешь Сидеть на сортире И есть свой обед Я все таки лизну На всякий случай С ночевом Костик Ты там что-то нашел Интересное Да Что там такое Костик Вот помидоров Этим всем Там испорченная рыба Если сковырнуть Идеальный томатный Давай я попробую эту Лизнуть Испорченкой Отдает Блин Ну типа они норм Просто Если не знать Какие на вкус шпроты И если не знать Что вот это Как раз таки Такие бывают Просроченные шпроты Можно такую банку съесть И просто ну типа Своеобразный вкус Они не мерзкие Ну просто в случае с этими Томатная паста Теперь мы знаем Что это испорченная Томатная паста Не испорченная На вкус это типа Вкусная помидоровая фигня Как все эти помидоровые штуки Но рыба Горькая при горькое Так я лизну Ну вот возьми Который у меня уже Соус Да это соус Соус в порядке Соус как все помидоровое А рыба прям типа Горькая А горькая значит Что-то не так Оу да да Она прям вот Ну вот да Эту рыбу не спасает Даже томатный освежитель воздуха Нет Ну хотя Так по запаху И он ее спас Потому что я понюхал И типа Ну все в порядке Ну значит все Там томатный освежитель воздуха Это бизнес план Ребят Если кто-то из вас Богатая конечно же Девственница Миллионерша Вечно хотящая Миллионерша Вечно хотящая Владелица Завода освежителей воздуха То За использование нашей идеи Ты будешь звать нас Сполировать тебе яхту маслом Вот так Договорились Все Не знаю Ты слышишь Возьми в руках Почувствуй Они там так плохо уложены Что прям чувствуется Как они летают Я не могу найти Где оно произведено Спратос Спратос Написано Золотистые шпроты в масле Написано Бест тайм Окей Очень много на греческом Открывай и пробуй их Лежи Они в рапсовом масле Списальц Я не знаю Это какая-нибудь Соль конкретная Сальц Ну сальц Соль А вот списальц Может Это морская Как бы нет спи Ну может быть Спай сальц Я не знаю Поваренная какая Очень симпатичные Рыбинки Они Не в Нельзя сказать Что они в хорошем Очень состоянии Но они очень Такие Знаешь Мулатки А да Красивые Рыбки-мулатки Такие Красивые Посмотри Видишь Какой-то Есть Рыболовная Область V273D281 Возможно Вот это Это адрес Это возможно Но это место Вылова Это какой-нибудь Технический Эти Знаешь Рыболовный Сленг Очень красивые Золотистые Ого Какие они Красивые Ну да Произведено Для вот этой Ты уже показал Ребятам Какие они Красивые Да Показал А я еще раз Покажу Какие красивые Ну вот Я тебе о том же Там Типа Что угодно На свете Написано Кроме Давай их Есть Что я там Здесь почему-то Еще какой-то На евринстве Что-то Какой-то Возможно Это из Израиля Нам приехали Очень слой Здесь греческий Немец Чешский Есть Чешский Английского Нет Испанский Очень странный набор Песо Запаха Останолись Листь Тоже Не вызывает Никаких опасений За их Уже Явые Порядки Нет Они С горчинкой Я не понимаю Это от них Горчинка Или я От прошлого Типа Это иногда Бывает Такое Да вроде Нет Все нормально Ого Короче Мы Не знаем Где их выловили На производство Этих шпрот Но Они красиво Уложены Они красиво Выглядят Здесь Хорошее масло Скорее всего Латвийские То есть Вот эта вот Фирма Бест Тайм Бест Тайм Что это Хрен знает Они хорошие Какая-то Фирма Вот это Это с письмом И это Алекс Широв Из Сирож Сирож Острава Острава Чехословакия Чезет Да Но без Сохраненного Письма К сожалению Странно Ну вот Собственно И есть У Жени Шпроты Виберовы У Жени Шпроты Сокра Смогт Спрац Вежитабл Оил Здесь Какой-то Сербский Изготовитель Мне кажется Я не понимаю Член Чер Дистрибьютор Горал Так У меня здесь В руках Спратус Спратус Со сроком Годности Вырублено В латышку Это латвийские Шпроты В латышку Да Вырублено В латышку О И это Латышка То есть Это все Чешские Латышские Шпроты Это все Шпроты Произведенные Для Чешской Республики Сделаны В Латвии Сейчас Посмотрю Сроки Годности 22 2022 Копченые Шпроты В Копченых Шпротах С удобными Открывашками В масле Это растительное масло Судя по надписи Уложено Кстати не супер Как будто Не в Латвии Делали Ну Пахнут Плохо Пахнут Родиной У Какие Красивенькие Очень красиво Это тоже Такие Мулатистые Мулатистые Шпротяры А я опять Налил масло На стол Ну ты растяб Мулатистые Шпротяры Из-за того Что они огромные Они как бы Уложены Ну не супер Ну что Так По очереди Вот это большие Ты маленькие Ну давай Маленьких Проще обидеть А что Позапух У меня Очень копчено Пахнут Но у меня Горьковато Пахнет Я Лист тест Сначала Сделаю Все таки Лист тест Прошло Оно Мне кажется Искусственным Дымом Просто Зафигачено Из-за этого Такой Какой-то Запах Горьковатый Не Конкретно Не Не Крутой Что ты там Костя Делаешь Опять Парыша Ищешь Нет С ними Все в порядке Они просто Не очень вкусные У меня Кстати С икрой Попался Я не верю Что они Сделаны В Латвии Или у тебя Порщено У меня Не порщено Они просто Ну такие Какие-то У меня Не порщено У меня Они просто Невкусные Знаешь Бывают Такие Типа Просто Невкусные Поменяемся И как раз Будем Просто Невкусное Масло Ну и они Сами Все Какие-то Блеклые Ну Нет Бывают Блеклые Но Нормальные По вкусу Не Подтверждаем Информацию Что это Сделано В Латвии Несмотря На надписи Потому что В Латвии Такую Или Очень Дешево Заказали Ну да Знаешь Типа Делали Так Тяп-ляп Они Очень Разные Эти Недокопченные Как раз Такие Из-за этого Вкус Такой Типа Невыраженный И маслянистый В основном А эти Наоборот Слишком Ядрено Искусственно Перекопченные Или Ну В плане Они кажутся Просто Искусственно Дымом Обмазаны И Такие В горькоту Чуть-чуть Да По аромату Но они Не испорчены Они просто Невкусные И мы просто Уже обожрались Масло Выглядит Прозрачным Ну давай Третью Оно Не гадкое Оно просто Такое Себе Рыбки Вот типа Чуть-чуть Что-то Не идеально Смотри У нас Что-то Средненькое Реально Что-то Средненькое И пахнет Вкусно Что-то Не то С нотками Пердежа Но Да-да-да-да Вот Но они Самые По загорелости Средние Нотки Пердежа Это знаешь Легкая Коричневая Нота Такая Они реально Они по размеру Посередине И по Цвету Они даже Темно-те Они черные Упругие Ну То есть Порченые Обычно Такие уже Типа Приближаются К жидкости Эти Ну Кстати Так Лист Лист Дал Неоднозначный Результат Я вообще Понять не могу На лист Он Оно Отдает Порченым маслом Отдает Да На запах Нет Этого В масле Просто Что-то Подозрительное Я не знаю Когда я Облизнул Отдавало Порченым маслом На вкус На вкус Нет На вкус Нет Они не то чтобы Какие Очень Очень Хорошие Вообще Нормальные Я считаю Что это не порченые Они Просто Среднячковые Шпроты Но Адекватно Среднячковые Типа Вот там Пять с половиной Из десяти Они съедобные Да О да Знаешь Я хочу Шпротного паштета Шпротный паштет Это одна из худших Вещей Которой можно сделать Шпрот Со шпротами Но Я что-то по нему Соскучился Прямо Мы решили Что мир Нужно Конкретно Россиян Нужно Спасать От того Как они Видят Шпроты И от того Что они Считают Шпротами Вот это Вот Из какой-то Там Рязанской Области Шпроты Произведенные Хер знает Кем Во-первых Чтобы Отодрать Банку Нужно Мне плечо Быть настоящим Челябинским Мужиком Во-вторых Посмотрите То что там Внутри Похоже на Содержимое Типа С точных Ну типа Очистных Сооружений В которые Сливают Помои Ну типа Конечно Когда люди У себя В магазине Приходят И покупают Такое И пробуют И они думают Что шпроты Это невкусно Мы поэтому Решили Что надо Показать людям Что шпроты Это бывает Очень вкусно Это очень Крутая Фигня Очень Классная Просто нужно Не брать Ни одни шпроты Произведенные В России Кроме Калининградских В основном Очень Очень Удобный Рецепт Очень хорошо Потому что у нас Здесь шпроты Из Крыма Супер Ну из Крыма Кстати там есть море Может быть и Оу Они выглядят Как плохие шпроты Из Крыма И знаешь Что самое Дерьмовое Ну как бы Они могут быть Абсолютно Непорченые Просто они сразу Вот такие Ну как бы Они пахнут Ржавым Поносом Вот типа Вот Я типа Не очень хочу пробовать Я уверен Что это невкусно Но типа Это Я лизну конечно Просто потому что Я Эксперт И я не должен Так вот Оставлять этот Момент Я лизну И попробую Но блин Очевидно Они даже Не испорченные Были невкусные Это блин Отстой какой-то Они не испорченные Они просто Говняные Они просто Говновые Да Просто говновые Шпроты Ну типа Это Не худшее что Я пробовал Из шпрот Это Ну не самое страшное Что с вами Может произойти Но они говновые Ну блин Ну серьезно Ну типа Какого черта Мне обидно За шпроты Вот когда Вот это выдается Ну типа Ну что это такое У нас есть Две банки Шпрот Из Крыма Так Они абсолютно Одинаковые Интересно У них Этикетка По-разному Наклеена Но у них Одно и то же Описание И это Одно и то же Она просто Зеркально Наклеенная Этикетка Даже не зеркально Нет Одинаково Как ты понял Что зеркально Нет Они одинаковые Да Ну мне показалось Ты так смотрел Видимо Ну видимо Шпроты Из Города Щеглицы Если да То деревня Да Из деревни Щеглицы Псковский район Можем открывать Одну из них Балтфиш плюс Балтфиш Балтфиш были Так себе И шпротный Паштет Из Великие луки Я хочу шпротный Паштет открыть Скажу честно Из Великих лук Ну что поделаешь Какой есть Прислал нам их Максим нужен А есть Невеликие луки Кстати Хороший вопрос Жители Великих лук Скажите Есть ли какой Вот это сквирт Я Недоволен Я считаю Что тебе нужен был Китайско-русский Словарь сейчас Оно сделало Вот то самое За что получают Китайско-русским Словарем Короче Жители Города Великие луки Ну вот кто так делает Кто делает банку Которую вообще не открыть Вот я только что Вот так отдирал Вот ту вот Было бы прикольно Если бы есть город Невеликие луки И знаешь Типа Чуваки Которые живут В Великих луках Опускают все время Тех чуваков Оу Уродливо О да Паштетет Какой же он отвратительный Есть Короче Шпротный паштет Он обычно выглядит Как Аккуратно И очень мелко Очень старательно Пережеванный Кал И сложенный Обратно В банку На вкус Он чаще всего Тоже как дерьмо полное Это нормально тоже Просто потому что В шпротный паштет Как я понимаю Ну там Пофиг Пускают все Пускают все Ловнички Ловники Крючки Там куски сети Которые были вместе Со шпротами Машинное масло Что Этот еще И в продрыстинку Оу Но он Из всех шпротных паштетов Еще и пахнет Не очень Вот он пахнет Как рыба Я думал Ты так прям Лизнешь По поверхности Проблема Определения Со шпротным паштетом Еще в том Что он Всегда невкусный Да Это не самый Невкусный Шпротный паштет Что я пробовал Но он дерьмовый Да Он дерьмовый Он испорченный? Нет По-моему нет У него нет Никаких Опасных Типа Предпосылок Он просто Он достаточно Никакой Что удивительно У него есть Неприятный вкус Неприятный запах Это масло Наверное Это масло Это опять Очень горькое масло Интересно А какашки Если они пахнут Какашками А какие Не на вкус Вот ближайший Экспириенс Который вы можете Испытать К жеванию Говна Говна И при этом Жрать не Говно А вроде бы Как продукт Который Как бы Вроде бы Считается Что съедобный Вы можете Шпротного паштета Типа Навернуть Вот например От Производитель Велрыбпром Город великий А Ну собственно Город великий луки Это Эталон Шпротных паштетов Он не самый Дерьмовый Что мы пробовали Он Но и он Невкусный Он гадкий Достаточно Поэтому я говорю Что если вам Хочется Как бы Понять Каков Кал Чисто Органолептически Не по вкусу А вот Чисто По вот Этим Ощущениям Во рту Вот Берете Баночку Открываете И так Пальцем Ой смотри Что тут маслица Уже такое Грязное Уооо Мааа У меня как раз Вот есть Грязная Салфетка Как же Отвратительно Воняет Оно Разит Прям Вот Хреново Что ж Я думаю Это Отличный момент Для того Чтобы Напомнить Нам С тобой Здесь Всем Присутствующим Что Отравление Спорченными Рыбными Продуктами Одно Из самых Страшных Я не понял Он вообще Походу Перестал Открываться Такое бывает Он в какой-то момент Перестал Открываться И просто Просто Канавка Появляется Да Пахнет Позвоночники Чувствуются То есть Они не приготовлены Достаточно И в-третьих У них испорчено Уже масло Ну как твои дела Я не понимаю Там все прорезано Оно просто Не поднимается Дальше Этого места Шпроты Держат Мне кажется Изнутри Эту крышку Они уже Там У них там Суверенное Государство В которое Они нас Нас Не хотят Пускать Давай Понюхаем Или Заг... Она прольется Тьфу Эту Жижу Сливай Откуда Где Ты О Отвратительно Нет Короче Мне надоело Ну да Заглянем В удивительный Мир Это знаешь что? Блин, законсервировали гамункула Это что-то, что ты типа хочешь Своему врагу в окно кинуть В мешок рыбных ошметков Вот, если не знаете Где раздобыть мешок рыбных ошметков Можно купить эти шпроты И просто их кинуть Потому что это просто какой-то типа Рыбный мусор Оно с головами Оно туда Ну типа Вот так вот просто Ну оно скорее всего было мерзким уже когда они упаковали Поэтому они это не складывали Вот так вот туда кидали Я бы тоже люблю без головы аккуратно складывать Это залито не маслом А какой-то типа мусорной водой Я это не хочу даже лизать Я тоже не хочу это лизать и пробовать Это не испорченный шпроты, это просто говно Пахнет не испорчено Пахнет просто как невкусные шпроты Быстренько, да? У нас воняет, все обмазано ссаными маслом шпротным Гадкие шпроты кругом Все, мы достигли нашего... Это мазь ссаны и чистилище Ух ты, овервочевая открытка Мы достигли уже просто предела И на сегодня это, пожалуй, последнее, что мы делаем О, это Маша Мони нам прислала На сегодня это все выпуски на данный момент, которые вышли на этом канале Наши сегодня Вот это все, что нам еще осталось сейчас открыть и попробовать Мы на пределе Это от Маши Мони, наша очень давнишняя зрительница Да, это, мне кажется, в Киеве, когда я был на Комик-коне, она мне передала А это было тоже больше года назад Что ж, это шпроты воли Это опять украинские шпроты Но, кажется, тоже произведенные Здесь спекулирует, вот здесь по-латышски написано Шпроты сэля То есть шпроты масла Правильно написано Да, здесь правильно написано Балтыес написано Я не знаю, производство Копчение, производство, биробник Нет, уверобник Украина То есть это еще и они делают это в Украине В Харькове Пишут по-латышски, чтобы вызывать доверие у людей Но не знаю Срок годности сейчас проверю Восемнадцатый год Так, скомбру, скомбру, сэра, скумбрия, да? Да, макрелия, скумбрия Четыре года с момента изготовления Изготовление год восемнадцатый Так что, ну, формально они должны быть еще живыми Ну, пока ты там всякую странную штуку откроешь Я открою вот этот филе макрелия В помидорах В вяленых помидорах Блин, как изысканно Вяленые помидоры Это один из, знаете, таких Рубинов земли Рубинов садоводства Рубинов аграрной культуры Они... Вы все можете делать С вялеными помидорами Это чит-код Это опять просто Вкусно Это опять в томатном соусе Опять просто томатный соус Там эти вяленые помидоры Вот, а у меня тем временем Шпроты уложены Очень аккуратные рыбки Уложены не супер, но Терпимо уложены Как бы, ну, видно, что не в Латвии укладывали Но это, типа, и не в Латвии Нюх Пахнет нормально Пахнет шпротами Лись Ай-яй, горько Масло испорчено Хм А макрель норм Она знаешь, что мне напоминает? Она мне напоминает Обжаренная в В муке Обжаренную в муке фангасиус Вот на что она похожа Если ты знаешь А томатный соус в этом участвует Он добавляет при вкусе муки Почему-то Конкретно в муке не знаю Ну попробуем Я жарил фангасиус Это То, что я сейчас пробую Достаточно безвкусные Не соленые шпротины Рыбки очень упругие Копчено Этим Каким-то химикатами Искусственным дымом Ну то есть Оно типа Горьковато Невкусноватое Такое И масло порченое То есть Ну Они были Возможно Типа такими Ну норм Шпротами Ну такими Типа Ну не очень Плохими Но сейчас Они к сожалению Уже испортились Ну макрель В томатной пасте Не самое лучшее Что-то в томатной пасте Что ты хочешь все пробовать Я думаю Сейчас пополам с тобой Ты одно Я второе Съедим Она У тебя что-то Нормальное Вкусное Но она Не очень вкусная Но она не испорченная Она очень упругая Но ты понимаешь О чем я Про Тесты Не понимаешь? Нет, не понимаю А пропангасиус Жареный в муке Нет Нет? Жаль Действительно Не лучшее Что бывает Из вещей В томатном соусе Но съедобно Просто сама рыба Она какая-то Глупругая Такая тут И И какая-то Ну такая Резинистая Томатный соус Как всегда Ну типа Освежитель воздуха За вкусом Томатного соуса Сами понимаете Да Тем временем Посмотри Какая красивая упаковочка Сейчас Вот эти великолепные Сардины Аль-Лимоне Что там Испания Сардины Аль-Лимоне Во-первых Они Все в порядке У них со сроком годности Во-вторых Они в фунтах Цена указана А здесь тоже Цена в фунтах 15 евро Значит это что-то Вместе Британское Здесь Cornwall Без декор Пилчард Воркс Ну то есть Бриташка Пилчард Корниш Пилчард Филес Корниш Это значит Соленые Солониновые Пилчарды Не знаю кто такие Но Банка 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 очень крутая У тебя тоже прикольненькая Она совсем другая Они очень разные Но классные Вот просто Например эти сардины Там прямо написано Что это филинг Для сэндвичей Ну это типа Выглядит хорошо Пока Это выглядит Ну я посмотрел У меня 22 год Ну внутри Тут Ну честно говоря Я бы не хотел есть сэндвич С таким филингом Выглядит очень неаппетитно И некрасиво Да Вот так вот Выглядит Я не уверен Попадает Я даже не чувствую запаха твоих Твои лимонам так сильно пахнут Что Да мои действительно Очень сильно пахнут лимонам Очень сильно пахнут лимонам И выглядят абсолютно неиспорченными Я не понимаю Пахнут чем-то Или я уже все Я фригидинг запах Ты сейчас будешь лить на себя Они пахнут лимоном Серьезно Тоже Или я просто Они пахнут лимоном Блин Или это Тот самый запах Испорченного Помнишь Вот этот вот Химический Испорченный Запах Блин Они тем самым Пахнут Как те Которые Были подозрительны Эти лимонные на вкус У меня Ну эти нет С этими что-то не так Но это не лимонный вкус Это тот самый Химический вкус Хвойно Хвойно Цитрусовый Который случается С маслом Которые Вот масло Производство Не Наших широт В наших широтах Оно в горчину Уходит И в запах Резины паленой Два варианта А вот это масло Уходит В запах Химической Хвойно Цитрусовой Попробуй вкусного лучше А вот здесь вот беда Я не буду пробовать Ха Ха-ха Вот я тебя обманул Это не очень вкусно Сейчас Мне уже Да Но вообще Это на вкус Как что-то съедобное Хорошее Вкусное С лимонное Интересно Причем лимончик Он таким Финальным мотивом Здесь служит Ты вроде ешь Это просто рыба в масле А потом Такой А тут я еще Вот как бы Лимончик попкой Сожми Присутствует Нормальненько Да Нормальненько Эти сородинки нормальные Вот эти к сожалению Не пережили Тест временем Да Да К сожалению Надо понюхать Бальзам Рижского Хоть немножко освежился Ну что Привет Шпротоведы Вы так вкусно Дегустируете Что невозможно Смотреть ваши ролики Без баночки Шпрот под рукой Особенно кайфово Употреблять их С бородинским хлебом И светскими огурчиками Светским огурчиком? Какой свежий может быть Костик Свежий Решил вот Посылочку вам отправить Ибо кто кроме вас Про профессионально И весело Расскажет про эту пищу богов Баночка Одна Побольше Черт Баночка побольше Куплена в Москве Совершенно случайно Просто интересно было Шпроты И вдруг вот такое Автомати Шпроты в том А каком-то Та, что поменьше Привезена из Вены Специально для посылки Я ел Мне норм Посмотрим, что скажут эксперты Случайми добра Ваш заместитель Ваш зритель Самосвал Самосвал Ты справился Классный А вот что эти стрелочки Вниз Значит Я пошутил там смайлики Она мне Остудила лоб Какую хочешь Калининградскую Или Латвийскую Но сделанную для Германии Конечно же Я хочу ту Которая Скорее всего Будет вкусной И хорошей Сделана В Калининграде На берегу моря Хотя Калининградские Тоже вкусные Написано на этой банке Значит Она должна быть с песком Который будет хрустеть на зубах Если сделан Прям на берегу Так Сроки годности Двадцать первый Срок годности Кажется под картонкой Да Семнадцатого года Изготовления Я Ну наверное Изготовление Когда Одна дата Написана Срок годности Двадцать четыре Месяца То есть Два года С момента изготовления Изготовлена В семнадцатом году Семнадцатого Тринадцатого Октября Семнадцатого Года Сегодня Двадцать пятое Октября Девятнадцатого Года У этой банки Вот Буквально Полторы Ну Две недельки назад Пятнадцать дней назад Да Две недельки назад Закончился Срок годности Там просто очень страшно Что-то булькнуло Я перевернул Видимо рыбки Как бы Провалились вниз И там что-то Произошло Тем временем В венских шпротах Венские шпроты Многие возможно Знакомы с венским вальсом Но вот с венскими шпротами С венскими шпротами Даже лично я не знаком Они выглядят красивенько Уложены Они уложены Ну Так Просторненько Обычно Не как шпроты в банке Так сказать Да Вот Но выглядят Шпроты в банке Просто не в круглой Выглядят съедобно Пахнут съедобно Я открою эти Копченый шпрот В томатном соусе Что же По запаху Как будто В туалете Только что посрали И попшикали Томатного Смешителя Воздуха Дай понюх Здесь Здесь томатный соус Не смог перебить Возможно здесь Рыба уже настолько Испорчена Что не помогает Даже томатный соус Что не помогает Даже томатный соус Здесь уже однозначно Просрой даже срок годности Оно еще и хранилось Ну у нас Как получилось Но Блин оно было вкусным Ну типа там чувствуется Копченость хорошая была Эти шпроты Венские Тоже были очень вкусные И хорошие Но у них уже Испорченное масло Блин Так обидно Ты чувствуешь Что это было Очень вкусно Но масло уже горчит Блин я Пусти Оно прям Себе на носу оставил Оно прям Типа Как знаешь Как что-то с Газиками Типа по языку Чуть-чуть Пощипывает язык Я не буду Все-таки Прости нас самосвал Не успели мы Прости нас самосвал Мы не дождались Шпроты твои Нас не дождались Я верю И одни И вторые Были точно Идеально вкусные Типа серьезно Понюхающий раз Из них уже проветрился Типа запах кала И они начали Копченостью пахнуть Да Они были вкусные Они типа были вкусными Блин так вот Обидно Вот за эти обидно Эти были Зараза вкусные А за эти не обидно Посмотри на них Они хорошо выглядят Но по вкусу Ну типа Не они по вкусу Еще съедобные Просто масло горчит уже Ну блин Да Ну были вкусненькие шпротики Супер темпе Мне так плохо Это типа Это мой ад Когда я окружен шпротами Но мне не нравится И не хочется Многие из них испорчены Добрый день шпротоведы В преддверии Хэллоуина Шлю Этого письма около года Больше года Больше В преддверии Хэллоуина Шлю вам немного шпротов И из Трансильвании Сама я на румынские шпроты Не ведусь Еще бы при наличии Неплохих Рижских шпрот Магор Но надеюсь Что вы во имя великой науки Шпротоведения Их все же Продегустируете Особенно Кроваво-томатные Приветного аппетита И привет из Трансильвании Юлия Батиоха Интересно Румынские шпроты Они вздуты Они вздуты Вздуты Это уже Точно испорченные Они все вздуты Они больше года Лежали у нас Они присланы нам В преддверии Прошлого Хэллоуина А эти тебе где-то передавали Юлия Юлия Опять же жаль Но мы откроем Привет Стас Очень нравится То что ты делаешь Я был рад тебя видеть Вчера Я был очень удивлен Ведь я не знал Что ты будешь Я пытался тебя подловить После закрытия Главной сцены Чтобы сфоткаться Это значит Комик-кон Видимо Раз закрытие Главной сцены Там что-то Вот да Про комиксы Да Это скорее всего Комик-кон Киевский То есть Этому тоже Скорее всего Больше года Это не вздута Ну это я все открою Конечно Но типа Я ну Нет это вздута Шпрот Афумат Ин олию Олию Насколько мне Позволяют мои Общие знания Да Словянских языков Афумат Это копченое Это в Фумар Это курить Дымить Значит Афумат Это окопченое В улей Ну в масле Румынский шпрот Интересно Ну это что-то новое Помнишь котика Трико? Что? Вот этого котика Который нам О да Помню В Январе Восемнадцатого Года Вот этот котик В январе Восемнадцатого Года Нам слал Вот эти Надутые Шпроты Я открываю первые Румынские шпроты Мне очень Это румынские шпроты Реально румынские Блин Ох Фу Масло потекло Мне кажется Что вы больны не мной Аааа Да почему из них Не все нормально Их в сентябре Восемнадцатого года Нам слали Это видимо фотография Сделана в январе Хорошо Но это все равно год Оу Ну румыны Очень плохо Укладывают шпроты Вот что я могу сказать Не смотреть на это И уже Типа точно Румыны Достаточно Плохо Уложено Но и Румыны укладывают Шпроты Так себе Первая банка Шпрота Фумат Ин улей винта А может быть Они знаешь Типа Их не Кушают Не так Как мы Они же типа Из Трансильвании Вампиры Может они их сбоку Клыками прокалывают И отсюда Им как бы Ок Что они там Срок годности До двадцатого года Но типа Они вздутые И это тоже румынские Да и эти румынские Тоже открою Выловлено В Балтийском море Написано И написано Что шпроты Стерилизованы То есть Больше их не стало Но банка Почему-то сдулась Тем не менее Эти тоже плохо Уложены И плохо Выглядят Слушай Юля Я понимаю Почему ты Румынские шпроты Не пробуешь И лучше берешь Рижские Это Ну Они Не очень Выглядят Действительно Все И Сюда Кто-то Пернул Уже Да И даже В томате Они Все были Вздутые Здесь Помог Освежитель Воздух Да Томатный Освежитель Воздуха Он помогает Мы точно знаем Что они Испорчены Да Но запах Перебивается Ааа У меня в ушах Зазвенело Ангелы Поют Поют И тебя дуют свои дудки. Что ты будешь лизать? Очень интересное масло. Оно не испорченное. Томатный освежитель воздуха, точно говорю. Масло интересное. Оно не испорченного вкуса. Оно какое-то... Но они же, видишь, уже все поклеплены с беленьким мохом. Блин, чем же это мне напоминает? Прикольное, кстати, масло. Оно почему-то не испорчено, оно нормальное. Ну, видишь, срок годности это еще в порядке у них. Оно сладенькое. Да, но пахнут они уже испорчено. То есть здесь рыба как раз испортилась. Странно. А здесь изначально, когда я открыл, масло пахло как испорченное. На вкус нет. В преддверии этого Хэллоуина я не хочу быть в костюме блевотины. В костюме пациента у врача. Да. Мы, кажется, уже пробовали шпроты пират. Как обычно, у Интершпрац, они все время поляки, у них постоянно в Интершпрац написано. Лосось, да, мы пробовали лосось. Лосось, рыбля, польский, не, выпродуктовано. Шлюпск, да, мы шлюпские. Да, выпродуктовано в Польше прзеш, прзетворство, рибни, лосось, да. Лосось, да, да, шлюпск. Эти были ок. Тоже более года назад, опять же, мне вручены. А, это значит, что они как минимум точно год просуществовали, продержались в неправильных условиях. Так. Надо понюхать. Это последний на сегодня. Как видите, к концу выпуска мы все ниже и ближе и ближе к столу, потому что там уже просто тяжело держать себя в руках. А почему здесь так мало шпрот? Здесь очень много места. Вот как будто, знаешь, здесь еще пару рядов шпрот побесли. Ну, ряд точно. Что за херня? Ну ладно. Выглядят они, кстати, хорошо. Они пахнут хорошо, вот что. А срок годности ты у них смотрел? Нет. Плевать. Нормальная абсолютно шпрота, кстати. Если вам понравилась передача, абсолютно нейтральное масло, абсолютно нормальная шпрота, поставьте ей лайк, напишите комментарий. Если вам жалко нас, поставьте тоже лайк. Напишите комментарий про то, что вас нам жалко. Вы можете оформить платную подписку на этот канал. Также здесь еще выходит новостной блок от Давыдова. Также здесь еще стримим мы по средам. Да. Всякое разное здесь происходит. Хотите прислать нам что-то, да, прислайте. И в описании он есть. Если мы выживем, то будут еще выпуски. Будут еще выпуски. Пока что это серия видосов, вот пока что наших открываний посылок пока что завершена. Сегодня мы больше не будем есть. Если их больше нет, этих серий, значит... Мы не выжили. Если вы видите этот выпуск, значит мы выжили. Поздравляем нас. Ну да. А вот, подписывайтесь. Пока.